После удара Израиля по школе в секторе Газа звучат призывы к международному сообществу приложить все усилия для предотвращения повреждения подобных инцидентов. Верховный представитель ЕС уже в Борельм заявил, что его ужаснули кадры учебного заведения в южной части Анклава, где в результате атаки погибло более ста человек. Ряд стран осудил нанесенный ранее Израилем удар по школе в секторе Газа. Так МИК Египта призвали международное сообщество к единой позиции, которая, как отмечает ведомство, должна быть эффективной и обеспечить защиту палестинскому народу. Вашингтон, незаменимый союзник Израиля на Ближнем Востоке, также обеспокоен сообщениями о жертвах среди гражданского населения в ходе атаки на школу в Газе. Представитель Совета национальной безопасности США Шон Савет подтвердил последовательную позицию Белого дома, требуя от еврейского государства принять меры для минимизации ущерба среди гражданского населения. Это заявление опубликовано на сайте Белого дома. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения в секторе Газа после удара армии обороны Израиля по комплексу, включающему школу. Мы скорбим о каждом палестинском мирном жителе, погибшем в этом конфликте, включая детей и других мирных жителей, которые гибнут и получают ранения. Мы связываемся с израильскими коллегами и просим их предоставить дополнительные подробности о данном инциденте. Между тем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозе Боррель заявил, что его ужаснули кадры школы в Газе, пострадавшие от израильского удара, в результате которого погибло более ста человек и десятки получили ранения. Боррель подчеркнул, что этим массовым убийствам нет оправдания, и прекращение огня – единственный способ предотвратить гибель мирных жителей. Глава европейской дипломатии также раскритиковал министра национальной безопасности Израиля и Тамара Бен-Гвира за призывы прекратить помощь населению сектора Газа. Боррель считает, что против министра надо ввести санкции. Об этом он написал у себя на странице в соцсети Икс. В то время, как весь мир настаивает на прекращении огня в Газе, министр Бен-Гвир призывает к прекращению поставок топлива и помощи гражданскому населению. Это призыв к военным преступлениям. Санкции должны быть на повестке Евросоюза. Напомним, что утром 10 августа израильские самолеты выпустили три ракеты по школе Аль-Табаин в городе Газа, где беженцы собрались для утренней молитвы. В результате авиаудара по меньшей мере 100 человек погибли, десятки пострадали. По данным Управления ООН по правам человека, среди жертв есть 6 женщин и 11 детей. Между тем, в армии обороны Израиля сообщили, что до 38 террористов могли быть уничтожены в ходе ракетного удара по комплексу учебного заведения. В Сахал сообщили, что командно-контрольный центр палестинского военезерного движения «Хамас» располагался в здании школы неподалеку от мечети, где укрываются гражданские лица. Эльнур Гаджиев, CBC. Ну а ситуацию на Ближнем Востоке обсудим с Ольгаром Белизаде, политологом. Он подключается к нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, если вспомнить, обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 31 июля после гибели главы полетбюро движения «Хамас». Тогда Иран заявил, что готов ударить по Израилю в течение 24 часов. Но тогда многие эксперты заявляли, что Ирану просто невыгодно совершать такой удар. Вот теперь же новый виток эскалации. С ливанской стороны произведен массированный удар по Израилю. Вот Иран заявляет, что готов ударить в любой момент сам. Вот с чем можно связать сегодняшнее обострение ситуации, на мой взгляд? Ну, будем так говорить. Ситуация перманентно напряженная в регионе. И триггером для дополнительного напряжения выступают всевозможные инциденты по типу того, о котором говорил в предыдущем сюжете. Это атака на школу в секторе газа и с последствиями, конечно. Любое такое действие приводит к возникновению дополнительного напряжения в регионе и способствует реализации военных планов, в частности, ответным ударом со стороны тех группировок, которые сегодня противостоят Израилю. И в той или иной степени приводит к тому, что Израиль отвечает на них. То есть получается такая цепная реакция, которая не прекращается. Что касается возможного военного удара со стороны Ирана, то эта тема муссируется на протяжении последних дней. Скорее всего, сегодня мы тоже видим, наблюдаем очень противоречивую информацию вокруг этой темы. Но по тем или иным признакам можно считать, что такой удар, вероятно, состоится в ближайшее какое-то обозримое будущее. О характере удара ничего нельзя сказать. Почему? Потому что существуют различные версии, и здесь мы, скорее всего, должны оценивать уже ситуацию по итогам. Но в любом случае вот эта напряженность, сохраняющаяся напряженность, продолжающиеся военные действия, к большому сожалению, не предполагают достижения какого-то соглашения в самом обозримом будущем, что, ну, скажем, делает ситуацию в регионе, вот опять же, перманетно напряженной. Вот, кстати, по оценке израильских спецслужб, Иран готовится напрямую атаковать Израиль в отместку за убийство главы политбюро Хамас. И это может произойти в ближайшие дни, а точнее до 15 августа. Израиль готов ответить в случае опасности, цитата, беспрецедентным способом. Вот о чем идет речь и насколько возможен такой сценарий, на ваш взгляд? Ну, по некоторой информации, Иран готовит такую точную атаку на конкретные объекты или на конкретных лиц. По крайней мере, такая информация тоже проходила. С другой стороны, вот вы говорите, что израильская сторона также намерена очень жестко отвечать. Ну, а что это говорит? Это говорит о том, что эскалация продолжается. Я думаю, что после ответа жесткого Израиля Иран не будет оставаться в стороне. И вот эта вот, значит, спираль, она, к большому сожалению, приводит к непредсказуемым последствиям. Сейчас Соединенные Штаты Америки стягивают в регион все больше и больше сил. Это дополнительно напрягает ситуацию, потому что, ну, скажем, в случае, если так или иначе Соединенные Штаты поддержат Израиль, то вполне возможно, те группировки, которые сегодня воюют против Израиля, будут активизировать свою деятельность, действия против американского военного присутствия. Это уже сегодня происходят атаки на американские военные объекты в регионе участились. Но это в любом случае приводит к тому, что ситуация может, к большому сожалению, скатиться до, ну, скажем, непредсказуемым каким-то действиям, к большой войне. Вот это самое большое опасение сегодня вызывает вот такой сценарий, поскольку в случае его реализации интерес очень многих стран и региональных, и нерегиональных могут оказаться под ударом. Вот все же Соединенные Штаты и Евросоюз, как мы знаем, осудили атаку на школу со стороны Израиля, где погибло, по данным Хамас, около ста человек. Вот может ли Запад, в лице Соединенных Штатов и Евросоюза, каким-то образом наладить диалог между сторонами и предотвратить дальнейшую эскалацию и угрозу для всего региона и не только? Сейчас основное внимание в том числе уделяется возможным переговорам. Правда, переговоры сейчас идут, будем говорить, не интенсивно, но все-таки переговорный процесс сохраняется. Это переговоры между Хамас и Израилем при посредничестве различных государств региона, в частности Катара и Египта. Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы эти переговоры шли. Я так понимаю, что определенные круги в иранском политическом руководстве заинтересованы в том, чтобы переговоры шли. Есть надежда на то, что все-таки совместными усилиями и при наличии интереса различных государств, различных центров силы не допускать бесконтрольного развития событий, все-таки удастся направить процессы в регионе, если не в мирное русло, но, по крайней мере, в такое диалоговое поле больше. И здесь, конечно, надежда остается. Тот факт, что руководства Соединенных Штатов Америки в меньшей степени, они больше влияют на ситуацию в Израиле, в меньшей степени руководство Европейского Союза, высказывают свое неодобрение по поводу тех действий Израиля, то есть способствующих эскалации напряженности, говорит о том, что все-таки никто не хочет вовлекаться в этот конфликт напрямую и делают максимально возможное, чтобы политико-дипломатическими средствами направить эту напряженность в более прогнозируемое русло согласований, переговоров и каких-то консультаций. Как это получится, получится ли, покажут в ближайшее время. Но, опять же, к большому сожалению, то, что мы сегодня наблюдаем, эти процессы, эта тенденция не позволяет говорить о том, что деэскалация в регионе в ближайшее какое-то самое обозримое будущее возможно. Спасибо, что подключались к нам и ответили на наши вопросы. Я отмечу, на прямой связи со студией был Эльгар Велизадеп, политолог.